Казахская народная сказка У дочери одного хана были гусь-гусыни и четыре гусенка. Как-то раз случился пожар, и золотой дворец, где жила дочь хана, сгорел. Во время пожара гусь улетел, а гусыня, защищая детей, сгорела. Узнала об этом дочь хана и сказала отцу, что никогда не выйдет замуж. В соседнем ауле жил другой хан. У него был визирь, которому он доверял все свои тайны и давал самые ответственные поручения. Однажды этот хан видел сон, будто он влюбился в ханскую дочь и держал ее в своих объятиях. Но сон был неожиданно прерван. Вошел в визирь и разбудил его. Хан рассказал ему сон. А вы помните лицо девушки? Помню. Я обещаю найти ее. Только соберите мне всех искусников и ремесленников. Когда искусники и ремесленники собрались, визирь описал наружность девицы. Художники написали ее портрет. Затем визирь приказал обнести аул стеной, устроить двое ворот с одной стороны улы и с другой, поставить столбы и к столбам прикрепить портрет дочери хана. Сторожам был дан указ, кто подойдет к столбам и засмеется, глядя на изображение того схватить и везти к хану. Однажды к портрету подошел прохожий, посмотрел на портрет и удивился. О, откуда это? У нее было два гуся. Во время пожара Золотого дворца гусю летел, а гусыня, спасая своих детей, сгорела. Ханская дочь подумала, что мужчины не бывают другом женщины. Выслушав рассказ, визирь отправился к хану и передал ему то, что услыхал от прохожего. Потом он вернулся к прохожему и пообещал ему большой подарок, если тот отведет его в свой аул и пока где живет девица. С собой визирь повел искусников и ремесленников. Когда они пришли, человек сказала. Нужно подождать ханскую дочь. Скоро она выйдет на прогулку, тогда вы можете ее встретить. Девица велела поместить их в своем дворце. Она даст им задание. Сторож и визирь расположились во дворце ханской дочери. Визирь спросил девушку, что надо делать, и попросил записать все на бумажке. Когда они закончат работу, то позовут ее. Девушка записала все и ушла. Ваш хан подходящий для меня. Почему вы так говорите? И она рассказала ему то, что произошло с гусями в ее дворце во время пожара. Наш хан тоже думал, что одни мужчины думают о детях и решил не жениться. Значит, я напрасно думала, что только женщины думают о детях. И устроили они с ханом свадьбу. Было сорокадневное празднество по этому поводу. Визирь дал тому прохожему дорогие подарки. Субтитры создавал DimaTorzok